Часа не хватило, чтобы определить победителя. Заключительный матч Сибири в первой домашней серии сезона затянулся, как и первый. В игре с Амуром понадобилась серия после матчевых бросков. Гости с Дальнего Востока одержали победу со счетом 1-2. Мои коллеги о самых ярких моментах матча. Прохоркин винтит! Прохоркин в шайб оборотах! Прохоркин! Вот так самый звездный новичок Сибири сравнял счет в матче с Амуром и забросил свою первую шайбу за новую команду. Новосибирцы пропустили в начале второго периода. Ближе к концу установили равенство. Счет 1-1 на табло продержался до конца матча и дополнительно пятиминутки. В целом опасных моментов было не так уж и много у обеих команд. Амур, который тренирует экс-наставник Сибири, Андрей Мартемьянов, играл от обороны. Новосибирцы же пока не могут найти подход к воротам любого соперника. Реализация оставляет желать лучшего. Даже в большинстве с начала сезона Сибирь забила всего один гол. Хотя попыток было много. В смысле пройдет первую игру, может быть это был фактор, но сегодня был нормальный. Что, не знаю, там я думаю, чуть-чуть последний, перепрос, они начали бросать чуть-чуть. Там, во сколько, второе большинство, там броски, пара бой. А так, не знаю, почему на тренировке, на присылке они совсем по-другому играли. Сейчас тоже надо понять, что все команды тоже смотрят на эти видео. И надо перестраиваться быстрее, когда идет большинство на поле. Нельзя просто стоять на этом месте, там надо двигаться. Лучший в составе Сибири на данный момент Антон Красоткин, к которому у болельщиков точно претензий нет. Именно надежная игра вратаря держала команду на плаву в матчах с Авангардом, Борисом и Амуром. Серию буллитов с командой из Астаны Красоткин сумел вытащить. С дальневосточниками не получилось. Победный бросок исполнил капитан Амура Евгений Грачев. Поражение Сибири 1-2. Где-то что-то сейчас не получается, да, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим быть лучше каждый день и каждый день играем на победу. К концу матча только начали подбирать ключи к обороннику, получается. И просто нужно было реализовывать свои моменты. А там на буллитах лотерея просто уже. Дома Сибирь смогла заработать три очка в трех матчах. Теперь команду ждет выезд на Запад и игры Сочи и СКА. Прямую трансляцию этих встреч смотрите в эфире нашего телеканала 15 и 17 сентября. Но, по крайней мере.